lg3 у меня сегодня. Давайте сразу проверим. Сказали, что не работает Сим-карта. Сим-ридер скорее всего свернут. Давайте посмотрим. Здесь все целые. С этой стороны. Здесь уже одного не хватает. С этой стороны они обломаны. Давайте проверим. Ставим на всякий случай. Вставляем сим-карту с пин-кодом, спук-кодом, как угодно. Смотрим. Такой вот сим-ридер стоит на G3. Этих. Не очень сложно меняется. Так, смотрим, что у нас стало. 3185. Код сняли. Да, сим-карту не читает. Сим-карту не читает. Так, будем менять. Выключаем смартфон. Да, они, конечно, отличаются немного. Я ставил такие. Контакты и размеры совпадают. Оформление немного отличается. Итак, давайте откроем, посмотрим. Честно говоря, не помню. Последний раз ставил месяца два назад. Снимаем винты. Мне кажется, низ даже откручивать не надо, насколько я помню. Уже здесь две части. Задние рамки верхняя и нижняя. Дальше. Задние рамки верхняя. Снимаем винты. Взглаживайся. $100. Это 2.3. Взглаживайся. Снимаем. Взглаживайся. 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 снимаем верхнюю часть да он идентичный все совпадает немного отличается сама конструкция видите здесь у нас есть рисунок здесь сим-карта тут еще название бренда стоит здесь нарисована карта памяти так в общем то все одно и то же давайте заменим снимаем системную плату разъем камеры вниз все-таки нам придется снять винты одинаковые все соединяем дисплейный модуль здесь смотрим что у нас держит камера соединяем достали системную плату снимать будем будем феном эти разъемы сейчас чем-нибудь прикроем дабы не спалить их таким защитным экраном ставим ставим держак вон 225 3 в 2 в в у в в что в Включаем термофен. 310 градусов я выставил. Разогреваем. Разогреваем всю систему платы. Добавляем фьюзер. Добавляем фьюзер. Просилаем фьюзер. Включаем фьюзер. Снимаю верхнюю часть. Снимаю верхнюю часть. Далее все остальное. Вот я вам показываю изнанку. Сим-ридера, которого мы сняли. У нас выломанные контакты. Один, второй. Видите, да? Поэтому сим-карта не читалась. Итак, защитный экран нам уже не пригодится. Убираем сторону. Снимаем с держака системную плату. Давайте взлудим. Подправим. Свяжем контакты, как говорится. Если необходимо припой, это можно добавить. Здесь у нас все в порядке. Обратите внимание, здесь у нас находятся два отверстия. паза. Здесь и вот здесь. Это первое. Куда мы должны вставить. У нас новый сим-ридер. Вот у нас сим-карта, сим-ридер. Видите, да? Здесь два паза таких с двух сторон. Один, второй. То есть начинаем именно с этих пазов. Единственное, у нас сим-ридер немного отличается от оригинального. Чтобы сравнить эти пазы, чтобы они были одинаковые. Может быть, один будет толще, другой тоньше. Возможно, кое-что не влезет. Но вот видите, да? У нас вроде как они одинаковые. Поэтому можно вставить. Итак, ставим. Совмещаем пазы. Вот этот и вот этот. Здесь, наверное, лучше будет снять защитный экран металлический. Временно. С этой стороны. Снимаем. Вот они, эти отверстия. Ставим пазы. И с этой стороны. Таким способом. Ставим пазы. Здесь будет подниматься. Ставим пазы. Ставим пазы. Ставим пазы. берем припой так насадили на пазы так он будет видно на видите на что пазы сели на свое место все остальные контакты у нас поверхностные нет никаких внутренних ответе на 7 лидер пока еще с этой стороны не припаян двигается вот так вот поэтому совмещайте может что-то не так где-то что-то отстает где-то контакт на контакт не находит хотя если вы пазы совместили вот эти то в принципе все должно быть ровно и правильно в общем то ничего сложного добавляем флюса на контакты с обоих сторон здесь для удобства пайки желательно снять тоже защитный экран и приступаем 30 евро мы берем за эту работу модель сами понимаете дорогая чем дороже модель тем дороже работа не потому что сложнее потому что как никак есть какой-то риск вообще весь ремонт сотовых телефонов конечно зависит от стоимости модели в первую очередь это понятно с другой стороны то есть данные 7 ридер на вот который сейчас поставил найдет не только на эту модель по моему какие-то из моделей sony ericsson если я не ошибаюсь ericsson в sony xperia и оставил то есть евро за 10 там не знаю за 15 припаяли сейчас дайте мне 30 секунд я все проверю под микроскопом микроскопа нету можете иголкой пошевелить эти вот контакты которые мы сейчас припаяли в принципе глазом все это будет видно ну конечно если есть микроскоп то и надо ломать глаза идеально под микроскопом видно что припаялась что не припаялась все в порядке можем накинуть олова как я сказал уже можно накинуть олова даже если все припаялась для уверенности один пустой контакт здесь меня был поэтому быстро исправили ну вот в принципе в общем то все такая беда у нас получилась удаляем отработанный флюс специальным раствором вот 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 с этой стороны Накидываем защитные экраны, которые мы снимали Заместили с пазами, надели Так, здесь экранчик мы снимали Итак, собираем камера Дисплейный модуль Антеннный модуль Нижний Верхняя рамка Давайте проверим перед закрытием телефона Прежде чем завинтить его полностью, всегда проверяйте Мало ли, чтобы не пришлось заново открывать Вставляем батарею, включаем телефон Я все же завинчу, пока он загружается Итак, смотрим Видите, да? Забрашивает пин-код, который стоит на моей сим-карте Все в порядке Всем спасибо за внимание, друзья Только что мы с вами заменили вот эту беду на LG G3 Всем удачи в ремонте Подписывайтесь на наш канал Закручивайте телефон Всем удачного дня Всем удачного дня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok